Приветосы Амигос, продолжается Ведьмак, и в этой серии я пройду наконец-то квест. Которым мне, наверное, накапали на мозги больше всего. Называется он Пути предназначения. Писали, что там дадут какой-то меч-кладенец, ну и тетя даст в попец. Вот, поэтому, а, сейчас пойдем делать этот квест, он находится вот на острове, в озере. Как я сразу вспоминаю, этот снимок с Google Map. Озеро, которое находится на острове, которое находится в озере, которое находится на острове, что-то типа того. По дороге хочу сразу заехать в два знака вопроса, потому что, ну, надо делать эти побочные квесты с виноградником угарные, где трахают своих мамок один, даже отца. И заодно я хочу все-таки достроить статую Пророка Лебеды и посмотреть на этот колосс. Колосс, да, колосс. Я что-то даже задумался, колосс он был или колосс. Отпустевший поселение. Ну, это, блядь, говно опять. Поселение, это вообще не квест. Но за это мне, между прочим, коммергенер, черта там, короче, деньги дают же. Бля, я когда-нибудь вообще вот это все продам? Почему я хожу мимо торговцев? И мне просто... Просто я не вспомнил. Кстати, сказали, что, прикиньте, вот этот архиспор, это не инсектоид, а проклятый, блядь. Сейчас я, кстати, проверю эту информацию. Но это, если это так, то это полнейший, полнейший просто пиздоферсон, прости господи. Вот, смотрите, бестиарий. Инсектоида. Арахноморф. А, инсектоиды, это что? Вот эти мандовушки-пауки? А растение, оно не относится к инсектоидам, разве? Да, я маму делал. Слушай, вот куда она точно не отходится, так это к проклятому. Потому что проклятый цветок? Согласно книге о проклятиях, в ведьмаке, получается, кто-то шел и такой, ах ты, ебучая ромашка, короче. И она все, она мутировала от проклятий. Будь ты проклят, цветок! Так, хорошо. Пиздец, никогда бы не подумал, что это. Проклятый, что-то имеет какое-то вообще отношение к проклятым, бред. Ну, бред. Ой, о-ой-ой, опачки. И разлетелось, и не открылся запасной парашют. И броня сразу разлетелась. Не. Заебись. Разлетелась вся броня, разлетелась. По кустам она пошла. И по веткам. Даже в поле та броня. Да где ее, блин, взять-то? Вон она, здесь где-то. Это мастера броня, когда 90% прочности. Странно, быстро мне. На, с кулака! Ёпта, это удар престижа. Он не смертельный, он низительный. Я ведьмак, который унижает цветы. Опа, блядь, ничего, наклюнуло. Опа, опа, опа. А я, о чем меня не лечат плевки-то их нечет. Бля, нехорошо. Да, жесть жесткая вообще. С ними драться, вы самый. Киритинский, по-моему, враг, блядь, за всю историю Ведьмака. Он, с ним и драться неинтересно. Он заебывает как-то по-страшному. Где вот эти все полуденицы, блядь, полуночницы, привидения? Куда они в этой части делись? Почему я дерусь с саными цветками, блин? Чушь какая, господи. Да, 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 и, конечно, надо на колени встать, в грязь, в моих чистых доспехах. Ёпта, только, только их, это, бабушка Вихт постирала, наверное, там, в корвобьянка. Ты давай, давай в пыли на них сидеть. Ай, молодец. Да, запас аптечек подорван. Окей. И вот еще одно. Ну, здесь вообще что-то, смотрите, здесь как будто какой-то прям убер-квест, потому что это поместье. Уж не Ганзали там обосновалось, интересно. Что? А, блядь, вспомянул призраков, мудак. Ну, ты посмотри, а. Как в воду глядел, вот где собака порылась. Ха-ха-ха. Так, сейчас, масла против привидений. Где у меня причина? То одно, то другое. Господи, весь меч уже в маслах. Нельзя сразу всеми перемазать? Против зверей, вампиров, призраков. Ну, держись. Опа, опа. Опа, сука. Сейчас я им покажу, кто тут патимейкер, блядь. Плотва, вывози. Блядь, я что, менял на Ирден? Какого хера? Опа. Ё-ка, твою мать. Факел-то тебе нахрена, придурок? Светло на улице. Давай мою любимую. Танец с саблями. Нихуя не попал. Подвод, подворье караян. А-а-а, это ж, блядь, усадьба армянная. Я ж про них читал объявления. Скисни, тварь. Ты, блядь, на кого? На кого эктоплазму свою крошишь? На кого эктоплазмой капаешь, говно? Метистовая пыль. Так, хорошо. Зараза. Что? Что, зараза, что он увидел-то? Кто-то повешенный или что? Или это был скрипт, что я должен был в этот момент привидение увидать, наверное. О, а вот и караньян. Есть не караньяны, наверное, блядь, а эти. Кардашьяны. Или д'Артаньяны. Ой, д'Артаньян, получается, армянин был? Кто книжку читал? Я вот что-то хотел, но подумал, что раз я видел наш мюзикл, можно уже как бы себя не утруждать. Ничего нового там уже не это. Ух ты, ебаться, сраться. Что это такое? Посмотрите, кто это такой. Батюшка-царь, кто же это такой? Не знаю кто, но караньянам он не друг. Лесной дед. А, опять ты старый пидор. Ой, деда, блядь. Старость я, конечно, уважаю, но, ебать, ты же понимаешь, не тот случай. Сейчас я лесному деду шишку лесную отрублю. Шишку сосновую тебе. Сейчас я тебе по кедровым орешкам нахуячу. Знаете, кедровые орешки, маленькие такие. Вот дед и злой, блядь. Орешки-то побольше, наверное, хочется. Наверное, лесная бабка недовольна твоим этим засохшим стручком. А дед-то такой подсохший. Сушеный. Дед, наверное, к выступлению по бодибилдингу готовился, засушился. Старый дед, ты, сука, козел. Старый дед. Лайк за гетто, ебать. Бандита лепни в школу не ходил, поэтому он дебил, дебил, дебил. Старый дед, старый дед. Ну что, деда? Все? Одним пенсионерам меньше? Одним пенсам в лесу меньше. Так, и что? И все? И все? Это имение Кардашьяна все? Свободно, что ли? О, боже. Да-да, блядь, я знаю его умение в медитации. Просто красавчик. А, что это здесь? А, я вздремил. Где мой лут, сволочи? Вот он. Вздревнул бы он. Сейчас вы все вечным сном вздремнете, если что пропадет. А, вот и Кардашьяны. Чита Кардашкинов. Целых двое. Оскверни... Оскверним немного эту хрень, потому что, ну я ведьмак, мне можно. Надо провести осмотр тела. Ну, жертва была молодая и вполне себе еще ебабельная, но... Дневник Лотты. Фиал. Она что-то бахнула, видать, занюхала и померла. У меня и сушит. У меня и сушит, с ваших суши. Дневник велся старательно. Примерно 20 последних страниц, написанных дрожащей рукой на покоробившейся от слез бумаге. Я понемногу теряю надежду, что Франсуа все поймет и исчезнет из моей жизни. Для него нет ничего... Что? Подожди. Для него ничто, ничто... Что еще раз? Для него ничто, ничто не значит. Блять, ты бы знаешь, что написал еще? Для него ничто, ничто не значит, не значит. Мои мольбы, мольбы и уговоры, уговоры. Оставить меня, меня. Оставить нас, нас в покое, покое. Пиздец. Я была так глупа, глупа и наивна. Что верила, будто он прозреет после того, как увидит меня с Альбертом. Походу, Альберту ебало набили. Я согласилась на последний разговор. Ну, решила дать напоследок, видимо. Как-то дать стременную, ёпта. Хотела ему, наконец, объяснить, что не могу выйти за него замуж, и чтобы он оставил меня в покое. Но я напилась, да, и дала ему. Ну, понятно, он еще баба, ёпта дура. Но я напилась, а у него были такие печальные глаза. Он принес мне в дар полный мешок драгоценностей, а я высыпала эти камни, зарыла их в землю и сказала, что если из них вырастет винная лоза, то я выйду за него. Франсуа не понял. Франсуа под ёпки не понял. Но хотя бы на сегодня оставил меня в покое. За окном шумит буря, и с минуты на минуту пойдет дождь. Собаки воют. Снова волки воют на луну. А коты начали свой ночной концерт. Под дождем? Ты чё? Это будет тяжелая ночь, а я чувствую странное беспокойство. Неужели это еще не конец в этой истории? А потом пришел лесной дед, и что? И чё случилось? А фиала зачем? А в чем квест? И что? То есть вместо винной лозы из мешка сокровища вырос лесной дед и дал всем пиздюлей, походу, да, или что? В чем, блин, мораль басни-то, эй? Имение Кардашьянов. Я жажду лирики, я хочу загадать. Огурец, сухофрукты, яйцо, черни... Ничего себе! Ничего себе вы тут жировали! Медный подсвечник. Ну, может, не так и жировали. Ну, двери все закрыты, понятно, да? Страшная же Хария. У кого это, Хария? Я не понял, ты чё? Так, ещё часик мудитации. Буль-буль Галина Бланка и... Но я смотрю, не все переживают об их кончине. А это, интересно, Ольберт или Франсуа? Или хрен его знает, что это вообще. Так, ладно, мне надо... Куда? Мне надо на остров. Вон он. Помните этого, блядь, гундоса? Певца из этих, сука, 90-х? Островок, островок. Как его, блядь, звали-то? Да, блядь, сколько тут заборов-то? Этот, ёпта, Салтыков. Не который щедрин, а который просто, сука, Салтыков. Я ебу. Только в нашей стране люди с таким голосом могли петь и иметь какую-то славу при этом. Это же просто вообще, я не знаю. Охота была ему аденоиды высосать. Так, а вот ему и остров. Сохранение. А то платва ведёт себя неадекватно. А чё это волос на платве нет? А херую поймёшь, причесали, наверное. У неё вон чёлочка, как у фюрера, ёпта. Кстати, кореш говорит, что Геодата во всей игре наебнулась с этим обновлением. Говорит, начал играть с самого начала. До первого моста на платве доехал и в воду ёбнулся вместе с лошадью. Эх, ведьмак, эх, ведьмак, что ж ты бросил платву? Пристрелить не поднял арбалет. Хей, хей. Надо тут было кого-нибудь этого, польского Газманова в игру запиливать. А то этот фолк уже надоел пиликать. Саре сидит, пустынник. Что-то он подёргивается, правда, у него какая-то нервная медитация. А это что за камень? Я хожу по воде. Прямо как... Как... Как кто? Да, Иисуса-то вы ещё. Как водомерка. А ты что подумаешь? Водомерка. Как пророк лебеда. Саре думал, ничем-то тебя в жизни не удивишь, а? Ошибочка. Ну-ка, ну-ка. Да. Давно это было. А вот, видимо, мой Эскалибур. Ух ты, ёпты. Хуй с ним с Эскалибуром. Лещ-то какой, лещ-то какой тут плавает. Ой, смотрите, какой, блядь. Тут же где столько пива взять. Так, а что надо тут сделать? Наверное, ему надо леща... Леща... Леща поймать. Пустынник. А что ты не в пустыне? Здравствуй. Ты знаешь, почему это я вдруг начал ходить по воде? Ну, разумеется. Ты же свят. Я живу в этой пустыне с незапамятных времен. В какой пустыне? И скажу тебе, что это особенное озеро. И в чем его особенность? Кроме того, что по нему можно ходить. На дне озера покоится магический меч. Бля, это спайсы, похоже. А я его хранитель. Лишь тот доберется до меча, кто стяжал пять рыцарских добродетелей. О-о-о. А я уже дверь, по-моему. С моими добродетелями рассчитывать не на что. Я знаю, кто ты. Ты доказал, что способен проявлять сочувствие. Ты человек чести. В чем убедились многие? Что у него, блядь, с ногами? Не будучи состоятельным, ты умеешь проявлять щедрость. О твоей доблести ходят легенды. Ты руководствуешься разумом, что свойственно мудрым. Что ты все это взял? Ты доказал, что пять рыцарских добродетелей тебе не чужды. Значит, я могу нырнуть за мечом. С вышки, чувак, с вышки. Для лучших из лучших. Так что покажи, на что ты способен. Школа волка. Будем биться посреди озера. Ты готов? Фехтование с саными тряпками. Ты готов? Можем начинать. Так обнажи свой меч. Это так по-гейски звучит. Альбус, ты? Ох ты, пидор старый. Ну, готов палочку, дед, сейчас. Блядь, надо было на платве сюда приехать ему. Зачем он? Сука, это дед бонзай, я понял. Все, пизда. Я побил деда, я крутой. Охуенная рыцарская добродетель. Для всяких сомнений, ты достоин владеть магическим мечом. Квест, блядь, 43-го левела. Это, видимо, польская вариация тортилы и буратины. А что за тетя там живет? Кажется, знакомый? Конечно, знакомый. Пустынник же сказал, что знает, кто ты. Две тити. Владычица озера. Это я. Носи этот меч. И не забывай, что добыл его, доказав, что ты человек праведный. И что действуешь ты во имя добра. Может, надо ее кувшинку примерить? Надеюсь, в этот раз ты его не потеряешь. То есть, это меч Геральта из первой части, как мне сказали. А как он его потерял? О чем мне его тогда сразу не отдали? Они, блядь, нашли мой меч и решили, что надо какие-то добродетели. Что он вообще? Арандит реликс. Просто замечательно. Сука, везде наебка. Да что ты будешь делать? Да. И откуда у меня этот квест? Где я его взял? Непонятно. И все. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот он, да? Нет. Далия. 605. Казус. Казус. Аналус. А, вот он. Ёпта. В глаза ей. 627. Каждый удар генерирует заряды, увеличивающие урон мечом на 10. Заряды тратятся со временем или при получении урона. Полностью заряженный меч всегда наиск критический урон. Урон увеличится на 0, макс 10. Зависит от уровня героя убийства. Врага, заряженный мечом, разряжает его одновременно, навсегда увеличивая урон этим оружием. Что, ебать? Навсегда увеличивает урон этим оружием? Ебаться, сраться. А, ну у него нету дырки под... Надо в нем дырки под руной насверлить. А, это серебряный меч. Нихуя. Я терминатор. Ну че, заебенчик. Это я удачно сходил. За шпагой Д'Артаньяна. Так, а давайте-ка мы этим мечом сейчас пойдем и дадим пизды монстру из Туфо. 48-го левела, ёпты бля. Да-да, простите, я знаю, что никто не любит, когда я косплею этого человека. Тут, кстати, есть еще одна дощечка какая-то. Дайска и объявление. Доска объявлений, это... Хорошо, конечно, может, там какие-то новые квесты есть. Давайте от вас за кадром доска чуголоком. Потому что, ну, тупо езда, это, конечно, зашибись. В атмосфере те... Абсолют ли, но... Как поставить? Криворукий. Ну, как бы хронометраж лишний мне ни к чему. Нифига какая тут фазия, да, это не мое, корвобьянка затраханная. Бомбина, наш сорт... Бомбина какая-то. Да, у этой доски я не был. Берегитесь чудища. Работники виноделин должны отправляться по своим домам до наступления сумерек. Рекомендуется возвращаться с виноградников большими группами и обходить уже саму ограду кладбища. Причина такой осторожности слухи о появлении в окрестностях кладбища чудищ, именуемых баргестами. Никогда таких не слышал. Внимание путешественников. Отправляясь в путь, не выбирайте дороги, проходящие вблизи лисьих ям. В пещерах Ракистанг засела ганза разбойников, возглавляемая неким лотом-полуэльфом. Рекомендуется обходить это место, либо же отправляться туда, заручившись серьезной охраной. Так, надо на карте пометочку сделать лисьи ямы. По-моему, у меня там, кстати, был. Древесину боклерского дуба продам, ёпты. Надо же так написать. Не продам? Ладно. Так, если кто хочет купить немного боклерского дуба и ему без надобности сопроводительные бумаги, то могу помочь. Спрашивает Филиппа с лесопилки Элиукан. Пиздит дерево, что ли? Женщины, следите за своими мужьями. Предупреждение. Не вершите рысьей... Чё, ёпта. На вершине рысьей скалы живет ведьма, которая дурит мужикам мозги. Не знаю, какими чарами пользуется эта лохудра. Только с той поры, как мой супруг от неё вернулся, я его не узнаю. Берегитесь, ведьмы с рысьей скалы. Беспокойно. Тоже мне, блядь, деревенский твиттер. Странствующие рыцари, доблестные рыцари. Как и каждый человек из Туссента, я очень вас уважаю. Но прошу, чтобы вы перестали нападать на ветряные мельницы. Ничем они перед вами не провинились, а из-за ваших фигли-мигли мы тратим ему денег на ремонт. Предупреждаю, что если не прекратите нападать на мельницы, я подам официальную жалобу её сиятельству. Антуан Лис. Ну, все мы знаем, что это, видимо, намёк на Дон Кихота. Дона. Требуется мастер-чародей. Ещё сменчака, который чар не боится, да и ведьме сможет вставить. Ведьмак. Кейрамец. Вставить. Было дело. Опыт имеется. Ежели придёт такая необходимость, жду на вырубке у лисих ям. Зовут меня Якоб. И я Дровосек. Тупых оклунков. Или оклунков. Которых тянет на шутки. Перду пержидаю, что шутки кончились. Якоб Дровосек. В лесу раздавался топор Дровосека. Он отбивался от Гомосека. Силы иссякли, упал Дровосек. С улыбкой залез на него Гомосек. Старная, добрая. Херобора. Из нулевых. Так. О. Это я уже сделал. Да, раз серенькая, значит я уже сделал. А где беленькая? В смысле, не водка. В смысле, где белая статуя? А-а-а. Надо ездить по знакам вопросов. То есть даже непонятно, где эти статуи Пророка грёбаные. Е-бать. Ну они, слушай, это, я понял. Это загадочник взбесился, ёпта, из Бэтмена. Я просто не знаю, чё тут столько этих вопросов. Деревня Фловинов. Ну что ж, нам тут, нам сюда. Обращайте внимание на уровень тревоги вашей лошади. Испугавшись, она скинет вас. Хе, тревожная лошадь. Ездоку не помеха. Мне ещё пишут про квест, где Плотва будет говорить. Ну чё-то он пока мне не попался. Специально его искать. Так, ну, кто вызывал Бэтмена? Тяжко на службе с пустым брюхом. Ху, патимейкер. Чё-то там. Давайте, пацаны. О, смотрите, он сразу затанцевал. Патимейкер с дудочкой. А, вон я вижу наш клиент. Нет, не наш клиент. Кто гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. У вас чё, блядь, одна скороговорка... Ёпта мать. Одна скороговорка на всю кодлу? О, сори, гусь, походу, хотел меня в жопу щипануть, нет? Чё с тобой, крестьянка? Дай я тебя успокою. Ой. На баб, видимо, эта магия не работает. Беспонтовый знак. Работа нервная, да? Кто-то весь седой. Дворянка. Мы можем поговорить? О, какой кот жирный шипит, смотрите. Кто хочет со мной поговорить? Господин де Бурбе. Ты же Бурбе. 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 Ну и фамилия у тебя, чувак. Да, в чём дело? А в чём может быть дело, если послали за ведьмаком? Посплетничать? У меня неприятности с чудищем. С тёщей, что ли? Это ты давал заказ. Ну что ж, я слушаю. Сперва, ваша милость, установим с вами некоторые правила. Я не припомню, чтобы мы с вами переходили на ты. И ввиду огромной разницы в положении, надеюсь, до этого не дойдёт. Пошёл нахуй. Давай разворачиваемся. Что ваша милость будет именовать меня месье де Бурбе. Титулировать. Послушай-ка, уважаемый. Мы отличаемся не только положением, но и тем, что у меня за спиной есть серебряный меч. А вот у тебя его нет. Охуительный серебряный меч я хочу поправить. Или ты с этим смиришься, или твои неприятности с чудищем останутся при тебе. Старая гнида. Забыл добавить, ведьмак. Что за наглость? Я пожалуюсь начальству вашей гильдии. Ага. Адрес запиши. Отдел по работе с клиентами. Кайр Морхен Кайдвен. Да, только там умер, правда, директор недавно. Теперь говорю. Нового ещё не выбрали. Пока я не передумал. Болван. Плохо уж эти норлинги и их манеры. Хорошо. Короче говоря, у меня чего-то завелось в винном погребе. Так. Значит, мне предстоит приготовить масло от чего-то. Простите? Мне нужно больше сведений. Маргарином, блядь, намажем. Пошли уже. И уже видели. Есть ли свидетели? Можно ли посмотреть тела? В том-то и дело, ваша милость, что никто этого чудовища не видел. Мы его слышим только. Такой вроде бы храп и писк. Тел тоже нету. Люди пропадают бесследно. Так откуда доносятся эти странные звуки? Отовсюду. А отчёты ли всего они слышны в подвале свином? Значит, у чудовища логово где-то под землей. А когда они громче всего? Ночью, наверное. Ну да, блядь. Я чё-то не сомневался. Точно так же, как много лет назад, когда дома заваливались. Тогда этим тоже мастер занимался. Только о нём с тех пор ни слуху, ни духу. Зачем-то поговорим о пропавших. А кто именно пропал? Позволю себе спросить. Последний раз какой-то батрак, кажется. А несмотря на огромную разницу в положении, которое вас разделяет, ты не запомнил его имени? Нет. Вам надо поговорить с моей женой. Она с плебеями в более близких отношениях. Её сейчас нет. Она поехала в гости к матери, но скоро вернётся. Интересно, а его жену нельзя ли вы... Ответьте прямо без уловок. Гулять. Вы берёте этот заказ или нет? Я принимаю заказ. Сперва я здесь осмотрюсь, а потом хотел бы поговорить с госпожой де Бурбё. Тет-а-тет, так сказать. Хорошо, я дам знать, когда она вернётся. А пока вот ключ от подвала. Только прошу, не касайтесь бочек с вином. Блядь, я тебе там насру в углу теперь. Какой ты, сука, душный. Я по роду деятельности с такими людьми в реале встречался. Редкие уебаны. Блядь, вот прям вот, сука, от человека прям вот вообще трясти начинает. Повозомнят себе, блядь, хуй знает чего. Прям вот вообще прям боги, блядь, с небес сошедшие. Ёбаный насрал. Где, в поле, что ли? Нихера, какой ты опытный, дозорный. Так. Что ему, пожар устроить, что ли? Приправы какие-то. Как будто тут кухня. Или они в вино добавляют. Чего еще похоже и правда ночное. Надо подождать до темноты. Пергамент, записка, книга, лютня. О! Может на лютне что-нибудь сбацаешь? Не трогайте вино. Конечно, я не буду трогать его вино. Нахрена оно мне вперлось, боже мой. Вино. Так, что у него тут было? Герцог Николя Шардоне. О, Шардоне. Уважаю. Хуяк. Ай, нане, Шардоне. Пино, блан, резерв, кавалер, адам. А, акдам. После акдама я за себя вообще не отвечаю. Расписание работ на виноградне Туфо. Итоги. На этой неделе пришли править троих рабочих исправлять. Последствия разрушения вызов сотрясением земли. Что значит иногда пошел-то? Вот я после бутылки Шардоне читать еще хуйню эту буду. Трубка, половник, шкатулка. Ё-моё. Чего они только сегодня наскладывают. Сен-Сен-Ур Пино-Нуар. Сан-Мортие Руш. Герцог Николя... О, опять Шардоне. Шардоне, заебись. Я считаю, надо закрепить Шардоне. Отполировать его срочно Каберне-Шато-де-Конрадом. Бля, прикиньте, на утро пьяного тут Геральта найдут в говно. Кажется, ну чудовище не видел, но венцо у вас заебись. Я пошел. Итоги инвентаризации. А, они еще инвентаризацию тут делают. Ну, пропадет пара бутылок. Ну и что? Огуречки. О, огурец. Огурец, это пиздец. Это вот как раз то, что вот сейчас надо, это вот огурчиком захавать. Шато Монвальджан. Сенсуэтур. Господи. Я это вино продам потом. Оно, наверное, денег стоит, мне кажется. Пять флоринов кто-то заныкал. Ничего. Сбережения, ебты, на черный день. Граф Дебюльбе, наверное, это. От жены заначку тут загасил. Так, отправиться, когда будет. Брось с дороги. Ты не попутал, родное сердце? Так, мне надо, короче, до темноты, а потом в подвал пройти. Я бы мог, конечно, сразу там помедитировать, но тогда, может, неправильно будет. Надо соблюсти, так сказать, все приличия. Я уже слышу, как один монстр пищит за дверью, но это бусинка. Мне серебряный меч не нужен, чтобы ее угомонить. Достаточно тапком посраке ей дать, Розан. О, что-то разбил. Разбитая посуда. Что-то сбросило ее с полки. Может, земля тряслась? Какого... Ох, нихуя ебаться, сраться. Тут Годзилла под домом живет, что ли? Я туда нахуй не пойду. Вы что, ебнулись? Может, для храбрости... Эверлюса? Бахнем. Ну что ж, now... Now I'm ready. I'm absolutely ready. Надо сломать, наверное, это говно. Туннель? Туннель, я говорю, там, наверное... Архи-каракатица какая-нибудь живет. Он говорит, скрип слышит, писк, а тут... Теперь хоть что-то видно. Что видно-то? Она ниже подо мной. Твою мать, твою мать. Господи, хоть бы кроты-мутанты. Блядь, я тебе только что бы открывал дверь. Что ты там, блядь, не осталась-то, ебаный ты. Сука, тупое животное. Так, надо бахнуть кошку. С факелом, конечно, хорошо, атмосферно, но не видно ни хрена. Так, здесь полюбасываю инсектоиды, поэтому надо сразу... Где у меня... Где у меня любимое масло инсектоидов? Нет, нет, нет... О, да. Так... Так, что еще здесь есть? При максимальном здоровье на сегодняшний день... Нет, говно. Блядь, 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 блядь. Черт, это я под кошкой, и ничего не видно. Странная кошка какая-то. Здесь просто императорские кикимора какая-то, походу, живет. Блядь, захватывай цель, не захватывай, он все равно мимо, куярик, блядь. Пиздец, как, блядь, Снеграсса, классно. Гандонские кикиморы, блядь. Твари ебаные, все, интоксикацию мне задрали, а? А кошка почему закончилась? Я ее вообще выпил? Клешнее чудовище. Я интоксикацию яблочками лечу? Прикольно. Вот поэтому кикиморы, блядь, я их и не люблю, потому что они твари. Ссаны, интоксикацию повышают. Приходится зелье сбивать. Вообще здесь написано, что враг на карте. Значит, никого не вижу. Чувак, камон. Мне сюда и нахрен не надо было, кстати. Блядь, ну это, сука, это, блин, надолго, походу. Вот это вот. Интоксикация вообще, хуй снимешь, наверное, блин, нормально. Только белый мед и медитация. Глубокий, как глотка Саши Грейдли. Да, заебали. Блядь, как с ними драться уебанчески? Это просто пиздец. Знаешь, нахуй они вот эти контратаки свои быстрые делают. А это, наверное, пропавшие рабочие. А, это яйца кикиморы. Кикиморы, яйцеклад. То есть в бою с кикиморой надо ее пиздить по одному удару, да? Ловишь липу. Да, охуенно, вообще. Вот это прям въебал тогда. Так, ты факел достанешь? Так, малина кончилась, картофан пошел. Еще и в таком узком, блядь, в кишке в этой синеграции вообще. Блядь, ну кикимору заряженным мечом хуй убьешь, потому что, блядь. Она постоянно всю зарядку снимает. Пиздец, ну видите, да, что прям... Прям уже удар наносишь, подлетаешь к ней, и она тебя, блядь, контратакует и сбивает, нахуй все. Ебанутое создание. Какие-то на дне самые интересные препараты, блядь. Снычкованы. Так, у меня с мечей смазка-то еще не слезла. Вон он, где-то, блядь. Пожалуй, тут можно перебраться на другую сторону. А как она тут ползает, если стены не порушены? Зараза, уходит. Высок, хоть бы это гномская толпа. Кикимора воин? Блядь, только никаких... А, ёпта, мать, это не босс. Ну, никаких, мы же тут подвалы, если это здорово, блядь. Издет, что тут творится? Да, белый мед пошел в расход. Блядь, ну как-то можно вот быстро вниз списка перелистать-то, ёпта-ти? Вот так вот каждый раз. Раз, шлюха, блядь. Ахуенно. Пиздецами интоксикацию нахлобучивают мне. Ужоку, тварь. Малку ебал. Да что за ёпта-ву-мать? А, у меня сильный удар вообще отключился. У этого меча нет сильного удара? Он, наверное, доступен только, когда заряжен, наверное. Он разряжается. Борода какая-то, не меч. Надо посмотреть, стал ли он сильнее. Так. Инсектует. Поганый. Так, меч, я же хотел посмотреть. Что двадцать семь. А, нет, ничего не повысился. Урон увеличен на ноль. Максимум десять. Зависит от уровня героя. То есть, что, блядь, на десять урон это максимум, что можно поднять, что? Плюс десять сделать. Што тридцать семь будет. Разбитые яйца китима. Кто-то их сожрал. О, там что-то светится. Глаза Мануса. Это не китимары. Туннель сделала гораздо более крупная тварь. С острыми широкими когтями. О. А, это я отсюда и пришел, да? И там еще какой-то проход хер поймешь. Ну. Походу мы пришли. Продешевил, я чувствую, с ценой за это задание. Яйца китимар. Лучше их уничтожить, пока под погребом не вывелся молодняк. Твою мать. Из этих яиц в любой момент могут вылупиться детеныши. Одно яичко осталось. Так. А здесь у нас что? Что это за шум? Подземный ручей? Хм. Чудовище, которое я ищу, живет под землей. Роет туннели, питается китимарами. И оно большое. Очень большое. Тут я ничего больше не узнаю. Пора возвращаться наверх. Блядь. Да что за облом? Вот так взял, обосрал всю интригу. Я думал, что сейчас мы уже все вот узнаем. Что это за говно здесь такое поселилось? А, это срезочка на обратно. И что это такое, если Геральт даже не знает, что это? Ну, наверное, жена этого мудака сейчас скажет, что это, блин, за монстр. Я просыпаю, нахер с ней разговариваю, что она может сказать. А, вот и она. О, боги! Хоть бы симпотная. И развратная. Что это значит? Я плачу за уничтожение чудовища, а не за разрушение имущества. Тут имущество само собой рассыпается. Это из-за туннелей. Если их быстро не засыпать, дом рухнет. Туннели? Откуда там взялись туннели? Нет, страшное, к сожалению. Его выкопало какое-то крупное существо. Кстати, в туннелях я убил несколько кикимор, которые уже успели отложить... Он фортуна был. За них я дорого не возьму. Так вы же не ото всех избавились? И яйца не сожгли? Ничего вам не полагается? Вообще-то сжег. Пошлю туда людей, чтобы расправились с этой мерзостью, как положено. Госпожа де Бурду, я полагаю. Мне сказали, вы знаете что-то о пропавшем Батраке. О Жан-Люке? Да. Мы вместе ходили осматривать посадки этого года. Кто-то их подгрызал. И услышали такие странные звуки. Жан-Люк пошел проверить, что это. И уже не вернулся. Проверил. А где вы видели Жан-Люка в последний раз? На поле к северу отсюда. У леса. Походу, она с ним еблась. Мне казалось, что не все пошли по южному склону. Почти все, дорогой. Оставшиеся черенки я велела посадить как раз урочи. Да знаю, какие она там черенки сажала, чувак. Походу, ты это... Граф, смотри, потолки-то себе рогами. В квартирке-то не поцарапай. Могли бы вы описать... Сейчас скажешь, что у него родинка была на жопе. Давай. Высок, хорошо сложен, черные волосы. Любимая, сосредоточься. Любой мужик хорошо сложен. Он же в поле работает. Дело в отметинах. Особых приметах. От нее базарил. Выхватит. Ну, так чего ж вы стоите? За дело, работа ждет. Идти к месту, где последний. Хорошо вас, поищите Жан-Люк. Поищите Жан-Люк. Жан-Люк Ван Дамм, как вам? Геральт тоже высок, хорошо сложен. Может это... Пойдем вместе поищем. Черенки там посмотрим. Не мозги, не пудри ведьма. Проконтролируем. Все в порядке. А, блядь. Им же вообще-то на записке написано, чтобы они ночью отсюда сваливали. Почему они до сих пор в поле тусят? Я меня признала. Надо выпить для начала. Так. Хлеб очень черствый. Он лежал здесь довольно долго. А она сама, что, его не искала, что-то, уже на люк-то? В этом месте расстелили одеяло. Да все понятно уже. Я, блядь, не Шерлок Колмс и не Пинкертон, но... Следы. Срединок здесь шли двое. А что они от одеяла-то ушли? Следы разделяются. В этом месте женщина повернула, а мужчина пошел дальше. Посмотрим, куда женщина повернула. Посикать, наверное, пошла. Принюхайся, Геральц. Насало же. Следы ведут сюда. А он-то куда попиздавал? А он подальше отошел. Наверное, срать. А вон я уже что-то вижу. Кровища, не? В темноте, кстати, лучше искать. Хорошо видно. Следы когтей прямые, тупые. Чтобы рыть землю, лучше не придумаешь. А вон, смотрите, следы монстра. Большие, глубокие следы. Может, это он изменился по дороге? Кусочек панциря. Шкура старая, роговевшая. Да он оборотень, походу. Давненько что-то их не встречал. Ну-ка, смотрите, следы. Вот они, смотрите. Кровь человеческая. Ну, тогда не оборотень, ладно. Человеческая. Я понял, спасибо. Не надо мне говорить два раза, два раза. Ломаные деревья, как будто что-то через них перекатилось. Значит, это шарлей. Только они роют туннели и передвигаются таким образом. И что такое за шарлей? Сейчас посмотрим персонажи. Дева озера. Реликт, наверное, да? Чудовище из Туфо. Боровой. Вообще-то, вот это лесной дед называлось. Доплеры домовой, одно и то же, что. Колючник. Морвуд. Прибожек. Ревун. Сильван. Черт. Представьте себе существо, которое убивает людей. Питается яйцами Кикимра и копает такие норы, по которым может проехать коронационная карета Нильгардского императора. Запряженная шестеркой лошадей. Представьте себе, что оно копает норы с такой силой, что земля трясется, а дома дрожат и рассыпаются. Поначалу Геральт не мог понять, с чем он имеет дело и понимал только одно. Следует соблюдать чрезвычайную осторожность. Лишь после тщательного исследования догадался, что перед ним старая самка Шарлей. Ах ты, старая шкура. Ну, Шарлей, я с ними дрался. Это вот там, на арене, помните, короче? Сейчас окажется, что это тот самый, блядь, Шарлей, которого я пощадил. Масса против реликтов. А, арт. А зачем арт? Со мной бомба. Ну что ж, подготовимся. Еду против реликтов. Так, а у меня нету этой бомбы, да? Саму. Ослепляет противника. Вау. Так, а арт, это что у нас? Это? Ага. Сотрясалка. Видимо, надо будет его оглушать. Так, а зачем мужик сюда пошел? На какой хер? Ну, что ему тут понадобилось? И вот мы пришли к пещерке. Хорошо. Там Шарлей, наверное, и тусит. Бег ускоряет прыжки вне. О, бег ускоряется. И прыжки вне боя. Ну, сейчас это будет бой. Действует дольше, теперь я дрящу. Ага. Так, изменять полученную урон запись. Так, зелье феромонов утопца. Нахер. Увеличит максимальное уровень здоровья. Действует дольше, понимая. Оу, е. Давай. Ускоряется на ней энергии, действует дольше. Оу, е. Увеличивает запас воздуха. Нахуй не надо. Так, какой еще шанс критического удара наша? Где-то есть такая штука, которая... Если теряешь треть здоровья... Тебя активирует щит. Где эта херня? В бою величие сопротивляет седьмака критическим эффектом. Жопа. Используется один дополнительный раз. Вот он. Все. I'm ready, bitch. Все, убирай это говно. Так, бомба на голо. Арт заряжен. След ведет в пище. Да, тут еще где-то ошметки Жанна Люка надо поискать. Может, если он уникальный... А, укрепленный. Может, если он узнает, что его жена не Б, А, Ш, доплатит что-нибудь? Или жену по шантажерам? Череп, кайло, голый байк, молто. Верные признаки Жанна, епта, Люка. Так, а в другой стороне там что? Хо-хо. О, еще один. Всадник без головы, епта. Обрывок шкуры, цепь. Беглый ниггер. Веревка? Нет. Воск, пергамент. Что за говно, блядь? О, золотая руда. Это похоже на отсылку к... Firewatch. Золотой, золотой, золотой. Нихуя тут. На двух руках такие кверсни были. Оу, е. Кто-то и удачно прогулялся по этой пещерке. Сюда. А там еще, кстати, рядом шкатулочка, но Геральд что-то она неинтересна. Шарли где-то близко. Заебал он. Экскременты Шарли. Насекомые, которые не питаются любимое блюдо Скалопендроморфа. Ну, скажи еще, что... Скалопендроморфа говно идет? Ха, черви-говноеды. А-а-а, ебаная сважа. Я знаю, что это за пещера. Я тут был. Я тут был в прошлый раз, еще говорил, что а где босс-то? Или не здесь? Ну, похоже. Видимо, они все на одно лицо. Ну, где эта старая шалава? Шарлиха это, ебаная. Мадмуазель Шарлей? Извольте получить пизделей. Да это... Это, это пещера. Гниющее мясо. Это, это пещера. Я, блядь, хер чем. А, сука, не эта. Свежие останки. Это надо думать, Жан-люк. Раздавленные ребра, расколотый череп. Работа Шарлея. Однозначно. Ну, чья еще-то, блядь. Серебряная подвеска. Серебряная подвеска с прядью волос. Того же цвета, что ее мадам Дебербер. Кто бы мог подумать. Изрядно сгнившие, частично объеденные. Они лежат здесь уже некоторое время. Изготовить приманку, а грибы где? Причем я этого, труп Жан-люка-то видел, как бы, в тот раз. Так, что он тут лежит-то уже не первый день. Отвары суккуба, отвары Доплера, краска, приманка для Шарлея. А, у меня грибов-то до хера и больше. Надо залить это в логово где-нибудь на сквозняке, чтобы запах разошелся по всем пищам. Блядь, надоело. У меня сейчас кончится, нахуй, все мои лексиры в жопу. И как ее разливать? Она, наверное, в зельях. На геймпаде не очень удобно тут ковыряться в этом все. Косатка, хуятка, где, блядь, приманка для этого говна? Блядь, ну, ебаный, ну, нахуя вот так делать? Ну, блядь, ну, подошел, нажал кнопку, он вылил, все, блядь, нет, еб твою мать. Ходи вручную, разливай эту залупу. Я даже хуеву знает, блядь, в каком разделе эту хуйню, блядь, положили, еб твою мать. Может, вот это, блядь, может, вот это, нахуй. Может, вот это, блядь, или вот это, что, как она, нахуй, выглядит, что это, ебаный, насрал такое, блядь. Еб твою мать. Ну, пизда-то, блядь, заебала эта хуйня, еб твою мать. Выглядит как коричневая, блядь, какашка, ну и где такая? Шп. Ну, походу, что точно не в зельях. И не в еде, блядь. Вот она. Да, для чёрта, для хуйёрта. Две для чёрта, а где для этой? Ну, это, блядь, здравствуй, глюк, короче. То ли это для чёрта, то ли, блядь, это. Сейчас чёрта приманим. Блядь. Не это. Заебись. Ебанас-то продолжается. Может, та же, что прошу, раз. Ох, какой смрай. Ну да, я же говорю. Написано при... Потому что, блядь, нарисовано так же. Чё ж назвать? Не так же. Для чёрта и не ебёт. При этом я въебал белый этот... Белую хилку моментальную. Прос... Прококунькал. Кровь недавней жертвы. Недавней жертвы. Да ну что за хуй-то? Какая-то, блядь. Так, а что на том месте было? Факел? Шарлей будет здесь с минуты на минуту. Заебись. Теперь это говно закончилось. Наконец-то, ёпта. Он будет, походу, несколько больше, чем тот, который на арене был. Судя по звукам, это будет сейчас чё-то, блядь, просто вообще. Годзилла подобная. Хуй там плавал. Такая же. Только красная. Чё-то, впадло было полякам, чё-то рисовать там разное. Давай, покажи, какие у тебя когти. Как драться с лизолупой. Ну да, блядь, 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 просто вообще решают вопросы. Прям вообще пиздец, какие охуенные, как они работают, исправно. Пули с ним делать, блядь, с этим мозгом. А, понятно. Надо провоцировать его на эту херню. Его можно бить только, когда он... О, камни зависли. Классно. Лучше традициях, мяками. О, камни. Ну что, паскуда. Вообще-то он уже встал и закрылся. Так, а ещё есть какая-нибудь колонна, чтобы он так же упал? Ой, ладно. Хотя, он чё, смертным стал? Яну-то чё, нет. Чё это она делает? Срешно? Во 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 во. Шарлей на вооружении реально такие приемы голыбами по башкам надо передать? Ох, гнида. О. Настало наше время. Ха, прикол. Это баг такой. Если зажимаешь вертушку, уже неважно. Встаешь, Шарлей, блять, не встает. В дамаг-то уже все. Уже поступает в дамагоприемник. Тихо. Говно, босс. На редкость хилая хуйня. Жанлюк, видимо, совсем лох. Ха-ха, конечно, лох, хули. Без меча ты, без серебряного хули не сделаешь вообще. Ну, блять, завязывай-то, ебаный носом. Да, да, ху-хули. Не подойти, не сбить это говно. Ху-хули там. О, все, призна. Да, таких боссов нам не надо. И вернуться за наградой. Такая румба нам не нужна. Ами. Какие нахуй перевесы? Не знаю, какие перевесы. Все, в следующей серии я все продам к херам собачьим. Скрафчу все новые доспехи. Да, потому что эти тяжелые, в них прыгать что-то вообще впадло. Эти будут хорошо в Курвобьянка смотреться. У меня есть какое-то зелье, которое вес повышает. Что за ами? Серебряный меч, 650 урона. Мощь Квена, урон прикрыт ударе. Шанс критического удара, шанс выбить из равновесия. Да вот этот меч-то, блядь, получше будет, чем вот этот, блядь, арандит этот. В том и дырке есть, и дамаг вон поболее. И эффекты, и доспех пробивает. Не понятно. А, он стальной или что? В серебряный, конечно же, по урону. Не знаю, тогда нахуй серебряную мечу пробить и доспехов. Кого-то будем пробивать. Но, в общем и целом, блядь, 360. О! Дешевка. И перевес. Да я мамку твою перевешивал, блядь, заебанец. Что тут, блядь, из этого увеличивает максимальный вес? Ебать, хуй, что поймешь. Да. Проще нахуй все повыбрасывать в пизду, чем, блядь, искать, сука, зелья в этой хуйне. Панапридумывали, блядь. На все случаи жизни, блядь, эликсиры. Сука, дорогое все еще. Это что? Равикс из чертарога. А почему я эти доспехи не оставил? Хуй его знает. Блядь, руду не взять. О! Fast Travel открылся. И кончилась эта херня еще, блядь, как вовремя. Ну, блядь, босс, конечно, вот говорю, после Dark Souls'а на такое смешно смотреть. Самый сложный босс в Ведьмаке был, это жаба, эта ебучая. Из прошлого дополнения, вообще, блядь. Мамку ее квакал, блядь. Такое говно. Это они, видать, психанули, что им все пишут, что у вас боссы слишком простые. Знаете, вам, блядь, жаба принц заколдована. Попробуй ее убей, блядь. Реально, весь пердак разбомбило, пока с ней бился. Пошли в жопу все, черти, сука. Разорались. Нахера их тут, блядь, кучей такой. Эй, плантатор, твои нигеры не работают. Прочь с глаз, мои. Так, они внизу или наверху? Да, ебта. Там еще один враг за стеной помечен. Займите стеной, чтобы до вечера все... Так что, отдавать ему медальончик? Мы можем поговорить. Надеюсь на добрые вести. Я слушаю. Ха, на тебе шлюха. У Жанлюка и вправду был серебряный медальон. А в нем прядь волос госпожи де Бурбе. А в нем кучеряшки с лапка госпожи де Бурбе. Он знает свою цену, лох. Не сомневаюсь. А можно сперва я получу плату? За услуги, не входившие в заказ. Прошу. Я возмещу убыток из ее приданного. Я избавился от чудовища, которое доставляло вам хлопот. Это был Шарлей. Шарлей? Это что еще такое? Это как если скрестить крота и сороконожку. Только размером с дом. Ага. Ну, милостырь ведьмак, на первый взгляд вы не производите хорошего впечатления, но справились отменно. Ваша награда. Хей-хей, лавалот. Я должен поговорить с женой. А можно я послушаю? Говорят, какой-то здоровенный железный крот тут подкоп устроен. Ну-ка, пойдем последим, что еще будет. Ай, ты турнирный чемпион! Может, тебе в колоколах какую скидку дадут? Не знаю. Я сейчас по твоим колоколам с ноги втащу. Ага, вон жена. Та-ра-да-ра-дам Та-ра-да-ра-дам Та-ра-да-та-рам Та-ра-да-ра-дам Тебе час на то, чтобы собрать вещи. Что? Я не понимаю. Не притворяйся дурочкой. Какие там? Ты отлично знаешь, в чем дело. Ну, живо! И все. Ох, как голубым пошла вещи собирать. Смотри-ка. Припустила. Я знала, что ничего хорошего меня здесь не ждет. Я знала, что ничего хорошего меня здесь не ждет. А как же Женлюк? Сука, нельзя ее ардом пиздануть, к сожалению. Понятное дело. Блядь. И Акси на нее не кинуть. Ничего не сделать. Отстой. Ну, блядь. Что-то как-то совсем неинтересно. Хотя, возможно, если медальон отдать ей, она, может, дала бы награду даже побольше. А здравствует княгиня Анна Генриетта! А может, не дала бы. Ладно. Окей, понятно все. Ну, в общем-то, можно продолжать теперь сюжетные квесты. Ну, осталось только, естественно, говорящую платву послушать и что-то там еще сделать. Ну, это уже следующая серия. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь там пишите и все такое. Гусыни. Смотрите, какая гусыня классная. Шлеп, 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 шлеп. Утки прикольные. Но гусь тоже ничего. Продолжение следует...